Три семейные пары соревнуются, кто лучше приготовит одно и то же блюдо. Тут, короче, вообще жесть, вообще. При этом руками всё делают мужья. Давай, ну перемешивай, ну ты чё стоишь? Зачем ты протираешь два часа? Быстрей! А жёны говорят им, что делать по аудиосвязи. Ложка где? Ложка! На мелкую тёрку. Не на эту мелкую! А-а-а! Да, это непросто. А что делать? Ну вот он издевается с нами. Я просто его убью. Если муж с женой хотят выиграть 100 тысяч рублей, им придётся стать командой. А? Толстый? Да, очень. Ой, мне соски жалуются. Быстрее, у тебя мало времени. Кто из пар лучше приготовит блюдо, определит наш многомишленовский шеф. Наконец-то правильный баклажан. Страшно занудный и дотошный. Наша нудота. Распадётся семья благодаря говяжьим котлеткам. Я тебя убью. Я сейчас заплачу, Рэм. Или сплотится и выиграет деньги. Поднимай тарелки вверх, какой ты красавчик! Это «Моя жена рулит». С вами шеф Женя Павлов. И Марина Федонкин. Мы начинаем. Вода кипит, у меня ещё и голова кипит от тебя. Здравствуйте! Это шоу «Моя жена рулит». Здесь у нас мужья готовят, а жёны ими командуют. Давайте познакомимся с этими довольными женщинами и скорбными мужчинами. Здравствуйте, жёлтенькие! Здравствуйте! Меня зовут Алёна. Меня Артём зовут. Мы семья Труболевина, как нас называют. Я Артём Труба, и моя супруга Алёна Левина, поэтому и Труболевин. Я работаю в администрации нашего города. А я свободный финансовый аналитик, скажем так. А мы вместе 10 лет. Из них в браке 7. Алёна очень вспыльчивая, очень легко воспламеняется. Я ему 23 февраля испортила. Да, в этом году, кстати, начала день со скандала и, собственно, и закончила скандалом. Ну, всё прекрасно. Я считаю, что в доме по основным решающим вопросам главный я, так как у меня хладнокровный ум. Я считаю, что в доме главная любовь. Ой, ты мой милаш. Если мы сегодня проиграем, то с завтрашнего дня Артём начнёт ходить в спортзал. Это жестоко. Это очень жестоко. Выигрыш потратим на поездку в Питер, кайфанём и проедим. А кто вас дома готовит? Я. А меня не пускают готовить. Просто стыдно, потому что я потом кухню убираю, на самом деле. И что? Пускай делает что-то. Вдруг он у тебя киповар. А я делаю то, что очень хорошо умею. Жрать я очень хорошо умею. Это понятно. Тут мы все, знаешь ли, тут не стоят тростиночки. Вот бы ты в меня так верила постоянно. Я в тебя! Вообще да. Рот закрыл теперь. Всё, молчу, да, молчу. Верит она в меня. Я знаю, что верит. Я вам желаю удачи. Спасибо. К розовым переходим. Привет. Привет. Меня зовут Лиза. Лиза и... Илья. Мы приехали из города. Санкт-Петербург. Мы семья недавно, буквально 4 месяца назад мы поженились. Мы продаём корпусную мебель. Я работаю у себя, можно сказать, директором. Жена работает у меня в подчинении. Менеджером. Секретариум. Менеджером. Я могу кем угодно у тебя работать, но деньги-то у меня все. Конечно, в семье главное – это я. Но пусть муж, естественно, думает, что он главный. Выигрыш я. Ой, то есть мы потратим. На новые колёса. На новые туфли для жены. Ну и на носки мужу. Вообще, я считаю, что мужчину баловать нельзя. Он не должен привыкать к хорошей жизни. Где познакомились? В соцсетях. Следил за мной много лет. А что выпендривалась? А мне неинтересно было. А потом он сказал, кто он по... Какая у него должность, какой интересный человек. Я просто один раз забухала сильно и захотелось экономить на такси. Он мне как раз таки написал. Говорю, ну подвези меня до дома. Он меня довез, и я его положила в другую комнате спать. То есть он обломался. У тебя одна комната. Спасибо. Позоришь. Что позоришь-то? Ну, сейчас-то вы муж и жена, или вы в гражданском раке? Нет, конечно, муж и жена. Ну вот. Ребят, ну что, я вам желаю удачи. Переходим к нашим... Ну, вы прям подготовились, да? Здравствуйте. Откуда вы приехали к нам? Из Люберец. Меня зовут Ирина. Ирина. А меня зовут Сергей. Мы познакомились на побережье Черном море. Вы сидели как-то в баре с подружкой. Подходит молодой человек. Заинтересовали ее синие волосы. И вот с этого до дня мы уже живем, так сказать, вместе. Так и скажи, самая любимая жена в мире. Самая любимая жена в мире. Как мне повезло с ней. Как мне повезло с ней. Да не бей только. Я не дерусь, неправда. Чуть-чуть. Ругаемся мы не часто, но бывает очень сильно. Я первая, мирюсь всегда. Потому что я не виноват. Да и не виноват. Ни в чем. Если не выиграем, ты тогда мне дашь 100 тысяч. 100 тысяч я тебе не дам. Так, что мне надо дать могу. Например, люлей. На что потратите выигранную сумму? У нас скоро будут дни рождения вместе. Как вместе? В день рождения? Ну там, да, это пять дней. Ну вот, собственно говоря, мы хотим отметить с шиком свои дни рождения. С шиком? А ты ничего не добавишь прямо, что ли? Для полного шика? Придется добавить. Серый, ну ты че? Ладно, ладно. Говорили, добавлю. Всего. Я вам желаю удачи, ребят. Спасибо. Вы все такие интересные, правда. К нам, если честно, вообще, как бы... Какой-то вот такая боль вообще не приходит. К нам приходят только интересные люди. Вот соглашусь. А не вот это все, которое вот рядом стоит, которое вот занудное. Так, Марине, не надо. Не вот это, а вот такие яркие. К сожалению, мне приходится ему дать слово. А с нашими драгоценными мужьями мы прощаемся. Ненадолго, конечно. Сегодня ваши мужья под вашим чутким руководством будут готовить... Яйцо по-шотландски с пюре из лука-порея и зеленого горошка. Я поняла, что сегодня будет очень тяжело. Мы вообще ничего не сможем приготовить. Максимум разложить зелень. Начать вам нужно с криспи бекона, он же хрустящий бекон. Вам нужно просто бекон слайсами выложить на противень. Посыпаете сахарной пудрой. Для вас я специально записал этот видеорецепт. В первую очередь берем слайсы бекона, выкладываем их на пергамент и посыпаем сахарной пудрой. Ставим бекон в духовку, разогретую до 150 градусов на 15 минут. Через 15 минут достаем наш бекон, промакиваем его бумажными салфетками и снова отправляем на 15 минут в духовку. Пока бекон запекается, берем небольшой сотейник, наливаем в него воду, подсаливаем, кладем туда яйца и варим их в течение 5 минут. В воду необходимо добавить половинку лимона, для того, чтобы скорлупа от яиц отходила лучше. Пока варятся яйца, берем фарш из индейки. Добавляем в него сок половинки лимона, одну-две щепотки соли и щепотку черного перца. Отбиваем фарш на плоской поверхности, чтобы масса стала однородной. Берем маленький сотейник, наливаем 150 грамм воды, высыпаем горох и добавляем соль и черный перец. Процеживаем горох через сито, пересыпаем его в емкость для пробивания и добавляем в него свежую мяту, дольку чеснока и пару капель лимонного сока. Лук-порей и репчатый лук обжариваем на сливочном масле с солью и перцем до мягкого состояния и добавляем к гороху. Все пробиваем погружным блендером до состояния пюре. Сваренные яйца очищаем от скорлупы и заворачиваем их в фарш. Обваливаем в муке, затем в яичном желтке и в панировке. Повторяем процесс еще один раз, но уже без муки. В сотейник вливаем большое количество растительного масла, разогреваем до высокой температуры и обжариваем получившиеся котлетки до румяной корочки. И в самом конце выкладываете пюре из лука-порей и зеленого горошка, сверху разрезанное пополам яйцо по-шотландски и украшаете тарелку листьями салата, а также криспи, беконом и зеленым луком. Я бы это вообще в легкую приготовила, но вот как бы мужу донести это сложнее. Я думаю, что Тема с этим блюдом справится на 100%. Мужья отечественные, яйца шотландские. Посмотрим, как это будет работать вместе. Итак, вы готовы? Да, шеф! Отлично! Тогда три, два, один. Время пошло! Солнышко, привет! Ну, да, я тут, говори, что делать? Во-первых, привет! Любимая жена. Привет! Смотри, готовим мы яйцо по-шотландски из пюре, из лука-порей и зеленого гороха. Короче, возьми бекон и выкладывай на пергамент. Друг за другом просто, да? Положи сексуально, как будто бекончик это я. Угу. Да, правильно. Плюнь. Все, соберись. Ты мне такой красивый, самый лучший. Потом, смотри, посыпай сахарной пудрой. Кисть, попробуй, он должен сахаром отдавать. Хватит есть, давай быстрее. Угу. Давай, давай. О, да. О, да. Еще. 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 Все, ставь бекон в духовку на 15 минут. Быстрее, солнышко. На духовке проверь, чтобы было 150 градусов. Кстати, на чем-нибудь духовке сделать 200 градусов, чтобы там сгорело все к чертям. Все, ставь в духовку. Другую духовку. Все, везде, везде все занято. А, подожди, здесь можно зарядиться. Нет. Так вот так. А там две только духовки, что ли? Да, только две. А, три. Тема, ну соображай. Ну, прости. А, они даже по цвету подписаны. Ну, точнее, наклеены что-то. Ладно, все, не важно. Молодец. Ура. Классно. Бери сотейник. Три яйца надо сварить. Да, допустим. Допустим. Декрасно. Все, ставь воду кипятиться. Всю воду не расходу, у тебя горох еще. Так. Ну, этой воды не хватит. Все. А, е-мое, я не то делаю. Подожди секунду. Подожди секунду. Это же можно использовать воду обычную. Тем, блин, ну ты что делаешь-то? Успокойся. У тебя яйца должны быть не вкрутую. Подожди. У меня яйца, я решусь с ними делать сейчас. Если ты можешь это так вести, у тебя их не будет. Бери фарш. Ну. Солим, перчим. Солим, перчим. Да не сильно же, ребята. Что дальше? Меси, что? Что еще дальше? Ну ты что, это угораешь там, что ли? Или что? Я у тебя спрашиваю, это что дальше? Меси, и сейчас надо будет отбивать фарш. Отбивать, знаешь как? Берешь доску и кидаешь прямо в него фарш. Все. Кого доску брать? Где я тебе здесь доску возьму? Ну можешь в миску кидать, но, блин, я боюсь, что ты ее разобьешь все. Купишь новую, потом. Ты из дома потом это возьмешь. Ты повыше поднимай и кидай. Помнишь, как в передачах видел? Да не помню, потому что он что это, вылетает это отсюда весь. Тайжитки вон. Ну так ты делай так, чтобы не вылетал. Ох, боже, не беси меня. Я тебе говорю, что он жидкий. Ты что это, не слышишь там, что ли? Представь, что ты можешь все мне высказать, если бы была фарша. Вот, чипитач прям. Кисть, давай быстрее. Давай мне и прям вот проминай. Сексуальнее, сексуальнее. Ты готовишь для меня, для своего любимого жены. Теперь смотри, берем сотейник, наливаем туда 150 грамм воды. Воду подсаливаем и добавляем перец еще черный. Ты меня любишь? Да, давай, что далее делать? Нет, ты любишь меня или нет? Да. Скажи, я тебя люблю. Я тебя люблю, давай. Как-то не очень звучит. Так, а теперь высыпаем горох туда. Горох? Сколько гороха? Давай весь горох. Ну там весь не поместится в воду. Все поместится, все нормально. Соли много довольно-таки. Хорошо, супер. Все, ты мой маленький. Все в порядке, яйца кипят, все ровно. Это давай дальше с фаршем, что? Перемешивай и отбивай его на плоской поверхности. Знаешь, как тесто, типа. Не надо его, блин, возьми как женщину за ж... А не как птичка какая-то. До однородной массы он тебе должен дойти. Непонятен критерий однородности, типа, как это должно быть. Подожди, этот самый, а бекон что? Так, бекон 9 минут стоит. Должен 15. Яйца, соответственно, знает сколько, я не знаю. Ты должна была засечь. Конечно, если бы ты их варил сразу в одной кастрюле, а не в трех, то все бы нормально было. А я и не в трех, я и в одной. Короче, ладно, все, давай. Сейчас там все кипит. Ты меня уже начинаешь подбечивать. Но я не могу тебя отключить, потому что, блин, мне нужны дальнейшие рекомендации. Ха-ха-ха. С тобой невозможно. Ты, на самом деле, в стрессовых ситуациях не очень хороший человек, я тебе так скажу. Ну, что ты это переживешь? Я побежала к женщинам. К женщинам. Да, давай, конечно, я тут посмотрю, как они справляются. Что, это яйца чистить? Ну, все, давай. Ну, вы такие уверенные, я скажу, что вы прям лидируете. Слушай, он мной командует. Давай, 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 что дальше, что дальше? Это как бы... Я не знаю, что с такого происходит, я думала, я буду командовать, сидеть. То есть получается, что в семье-то абьюзер-то кто? Не знаю, никто. У нас нет абьюзеров, неправда. Конечно, это всегда так говорят маньяки. А мне Серега показал два сломанных ребра, когда поднимался по лестнице. Не, правда, у него только нога сломана. Нога только? Да, у него только нога сломана. Кто футбол играл, неудачно. Это ты всем так говорила? Да, всем. Далеко не отпускаешь у него это? Кандалики-то есть вот эти? Электронные вот, которые... А, типа браслет на ноги, конечно. А зачем сейчас такое? У всех телефоны же модные, они же все с отслеживанием. Что дальше делать? А ты отслеживаешь его? Да, конечно. А что я спрашиваю? Ну, я совсем придурок, что ли, прям. Ладно, не буду я тебя доканывать, конечно же. Удачи. Спасибо. Серег, как ты? Отлично, наверное. Наверное? Ну, так пока все идет. Ты такой, на самом деле, что ты уверенный все, человек. Я вижу. Так, ты давай там Женьку пошли, скажи, некогда мне. Слушай, что-то яйцо вообще не получилось. В смысле не получилось? Ну, в прямом, оно в крутое. Ну, хорошо, ладно, пусть такое будет. Очистил? Ну, практически. Тебе нужно не сломать его. Лиза, привет. Привет. Я разочарована. Что-то там под столом делает с яйцом. Я что-то не понимаю, яйца чистить или что? Так, что-то вынул. Еще третье яйцо, да? Третье? Нет, не надо, оставь его. Домой заберем. Слушай, говорят, у тебя интересная история со свадьбой. Это так. Говорят, ты набулькалась, да? Мать. Да, я очень сильно. Сильно набулькалась? Вообще. Бери фарш. Тебе сколько лет? Мне 31. А, ну, конечно. Уже пора. Наконец-то замуж взяли, я бы тоже нахерелась. Расскажи, что случилось-то на свадьбе? Я нахерелась очень сильно. Ну, там, подралась под родственником. И на какого-то гостя тряпку поломалась. Нет, иногда... Это мне с утра сказали. Лизка, ты прям жгла, да? Ну, потом нормально. У всех произвело прощение с утра. Лиз, что делаешь? Бери яйцо и формируй котлету из фарша. Я, короче, заворачиваю яйцо в фарш. Яйцо в фарш целое надо заворачивать или что? Да, целое яйцо бери и... А ты яйцо как бы любишь, да? Прибухнули, да? Да, очень. Видно, да, по мне? Да, и по мне видно. Так, наливай, бери, бери... Наливай. Видишь, видишь, как она по Фрейду сразу? Наливай. Лиза, ну, чего? Ну, и, знаете, эту программу? Да, я тут... Наливай. Бери сковородку. Сковородку наливай, это масло. Какое масло? Масло подсолнечное, которым жарят. Если честно, это вообще не важно, какое масло. Да, не важно, какое масло. Главное, чтобы было смочено всегда. Я же не прилипала. Смочено! Давайте удачились. Спасибо. Помещай котлеты уже вот туда, в сковородку. Надо. Давай только там, посмотри, чтобы они не развалились у нас. Я вообще не знаю, как котлеты готовятся, честно говоря. Ну, как дела? И... Что? Я не хочу ее отключить, но не могу. Не надо меня отключать, только попробуй. Почему? Я запутался. Я уже давно запутался. Надо момент найти, понимаешь? Не отключить тоже будет обидно, согласен? Такой шанс не используешь. Нет, в одно уходи, человек. Давай сюда, давай сюда. Ты потом будешь жалеть. Нет, я смогу ее отключить. Тогда я попробую, прихону по полной. Тема, мы параллельно разговаривая, чистим яйца. Чистим яйца, чистим яйца. Представь, когда на гитаре перебор быстро делаешь, вот так же должны твои руки летать по этим яйцам. Блин, как вообще про все успеть? Че, Аленка, как дела? Ну? Рассказывай, где познакомились с бубликом своим? Познакомились? Да, в городе. Два раза знакомились. Почему два раза знакомились? А первый раз он был... Деменция какая-то ранняя? Нет, просто первый раз он был козел. А потом в армию сходил, справился. Слушай, может, я тебя как раз сейчас и замучу, а? Ну, можешь выключить меня. Чтобы не мешать им с Мариной разговаривать. Я же джентльмен, понимаете? А как хорошо, просто. Мужики, советую, вообще кайф. Просто прям пользуйтесь. Ну, он тебя очень обаятельный. Обаятельный, харизматичный. Главный харизм. Отец то же самое мне говорил всегда. Главное же харизма. И душа. Один в один. И отпуск три раза в год. Я так думала, что с таким лицом можно и почаще. Как бы отдыхать. Пошла я Артёмку успокаивать. Мне его жалко. Вот это, ему в щёчку можно поцелуйчик передать? Да вдруг меня засосёт. Да нет, он не такой. Ну, не сразу, не сразу. Ну, при чём ждём-то? Ну, ладно. Ну, да и всё, удачи. Спасибо. Всё, Тём, я с тобой. Ребят, в нашей передаче время это деньги. В буквальном смысле. Вам нужно поторапливаться. У вас осталось 10 минут. Зайчик, ускоряемся, потому что у нас ещё самое главное – котлеты. Я понял, у меня там насадили такой, так здесь всё как-то не по-человечески, короче. Ну что, лук уже всё, наверное? Да, всё. Давай аккуратненько складывай горошки. Аккуратность – это моё второе имя. И мяту там надо будет добавить. Да, это мята есть. Всё, что ли, типа? Да, 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 бросай. Написано 50 грамм, так я не знаю. Написано на заборы. Чё, тоже на это написано. Чё дальше? Блендер бери. Кто вообще придумал такие рецепты? Шотландцы. Яйцо по-шотландски же. А, шотландцы. Попробуй, пожалуйста. Как на вкус? Да, в принципе, ничего, кстати. Попробуй, Саша, что ты делаешь? Да. Давай ещё туда вот так встряхивай, да. Ой. Я думаю, боже, просто... Просто мой мужчина. То встряхнул, то облизал, то макнул. Так, теперь смотри, выкладывай гороховое пюре на тарелку. Красиво только. Давай в форме сердечко выложи. Нет, я не смогу так. Слушай, короче, котлеты у нас точно не получились. Я забыла тут половину текста. Я думаю, а мята, а мука, обвалять это всё. Думаю, ладно, как бы. Будет что будет. Да хватит есть, Кис. Вкусно? Ну, ничего. Это отвратительно. Тёма, ну нет другого выхода. Короче, ты очень громко орёшь. Вот этот вот тон истеричный. Он меня сбивает ужасно. Разрежь одну котлету, разрежь. И вторую потом тоже разрезать. Разрезать, Тёмочка, пожалуйста. Где я её тебе разрежу, твою мать? Котлета абсолютно сырая. Абсолютно сырая. Она подгоревшая и сырая. Как она у тебя так подгорает? Почему у неё подгорает? У нормальных людей у тебя подгорают. Теперь эту котлету надо разрезать пополам. В тарелке, да? Ну, на доске. Нет! На доске разрезай. Какой на доске? Я не знаю, какой, но точно надо разрезать аккуратно. И сверху пюре яйцом вверх положить. А фарш, что это, сырой есть? Сырой? Конечно. Яйцом вверх надо положить. На пюре сверху. Вверх. Положи вверх желтком, как нету. Как я его не разрезал, её? Как не разрезал? Яйцо, вот так. А где яйцо-то тогда? Вот оно, вот тут. Ну, половинку тогда, вот там, где яйцо, разрез аккуратненько. Да не на тарелке, ты сейчас всё испортишь. Я начну обратный отсчёт. Три. Байкончика туда добавь тоже, не лишним будет. На овощи? Да, на овощи. Два. Я надеюсь, что тебе достанется так атлеты, которые съедобные. Один. Всё сырое. Ну, будем надеяться, что у других тоже сырое. Время вышло, руки подняли. Отошли от столов. Мы начинаем дегустацию вслепую. Ну что, Ириш, готова оторвануться, а? Да. А ты, мне кажется... Да ладно, я верю в мужчин, у них вкусно приготовили. Да, а они как в себя верили. Ах, не завидую ей. Чем угостишь? Там, да, тут настолько всё вкусно, что хоть с чего начинаешь. Может быть, хорошо, что я этого не вижу. Давай тебе вот этот фаршик. Да? Это сверху бекон был, да, такой жёсткий? Бекон. А у нас программа-то не мягкая. Неплохо жиётся. Ничего там у меня хорошо жиётся. Сырой фарш вообще от кисти жиётся. Ну, кстати, посолю-то неплохо. Но очень резко чувствуется лимон. Слушай, а тут ещё и яичко. Я тебе прям... И яичко вкусное, конечно. О, да. Это выгодило. Открывай рот, вот пюрешечка тебе. Слушай, ну не выплёвывает, молодцы. А чё делали? Ну, я четвёрочку поставлю, потому что чуть-чуть пюре солоновато. Ну, и в котлетке очень сильно лимон чувствуется. Так ничего. А так ничего. Мы за вот это вот ничего ставим... Четвёрочку. Четвёрочку. Да. Годное блюдо. Годное, да, пюре солоновато. Вот, четвёрочка. Четвёрочка. Тут прям красота, скажу. Да, пожалуй, я не вижу. Вот. И хорошо, что это ты не видишь. Ну, спасибо. Открывай рот. Вот эти вот. Ох! Это что такое было? Котлетка? Это что-то по-шотландски. Несолёная. Такое ощущение, что это просто одна панировка, где там мясо. Мясо я боюсь тебе давать. Сырое, да? Потому что там мега аль денте. Это ужасно. Очень стыдно. Главное, чтобы никто из знакомых, близких не увидел никогда этот выпуск. А давайте пюрешку с бекончиком дам, ну, чтобы как-то сгладить впечатление. Давай, открывай рот. Ну, вдруг тоже недосольное, а к бекону отдаст всё равно соль. Ну, оно не даже, а точно недосолено. А я так и думал. Я пробовал, ну, то есть я чувствую соль, но как бы мне мало. Чувствуется очень сильно мята. Может, человек чаю хотел? Мята, и вот в этом куске ещё чеснок попался. Ещё и чеснок с мятой. В любой проблеме виноваты двое, правильно? Да. Вот здесь жена и судьба то, что рецепт сложный. По-любому, да. Троечку поставлю. И у нас оценочка этому блюду троечка. Это ещё пожалела. Спасибо. Спасибо. Ну, не знаю, ну, поди пятёрка будет. Или двойка по наклонной. Или вот тут куда тебя штырит, тут неизвестно. Сейчас попробуем. Открывай рот. Это котлетос. Я бы сказала, даже очень вкусный. Да ладно! Как я люблю. И с посолем в меру, и хрустит панировочка, и вроде даже не сырой. Сейчас пятёрку делаю. Смотри, поставит. По-любому, узнает, поставит. Давайте пюреху, да? Вообще отлично. Ну, тоже довольно сильно мято чувствуется, но... Вкусно. Мне нравится. На, яичко тебе. По соли вообще отлично. Мне очень нравится. Реально. Да, мне нравится. Я пятёрку поставлю. Прямо вот. Сто процентов. Мы ставим пятёрку этому блюду. Пятёрку? Да ладно. Вообще красавчик, да. Блюда собственного мужа для Иры оказалось самым вкусным. Она ставит ему высший балл. Розовые получают 4 балла, а жёлтые – тройку. Моя. Убьёт меня. Полюбас вообще. Ну что, начнём мы с котлетосов, да? Как твой, справился? Ну, вообще он молодец. Просто чуть-чуть не хватило времени. Сейчас самый жёсткий момент. Давай-ка, котлетос, открывай рот. Кого-то прожарился. Ну, то слово прожарился. Что, говорит, прожарено? Да. Она язык обожгла, что ли, сегодня? Прожарено. Пюнаш точно сырой. Ну, это же не ваш же. Пюнаш, нет. Не, может, я и Марин какой-то там кусочек нормальный подобрала. Типа, чтобы прям брак наш не разрушать. Пюрашечку открывай рот. Пюрашечку, да. Там тоже бекон, он просто везде у нас. На тарелке бекон, рядом с тобой женщина бекон. Ой, пюрашечка. Всё, вокруг. Острая. Острая? Угу. Прям чесночок такой. Ну, тебе не очень, да? Не пожалели. Ну, я бы чуть-чуть поменьше. Да. У меня теперь просто всё чеснок. Всё чесноком отдаёт. Всё чеснок? Ага. А может, мне просто кусочек попался, не про этот? Я так и буду называть свою жизнь. Вся жизнь чеснок. Вся жизнь чеснок, да. Просто целая головка. Такое реально может быть. Что мы ставим с тобой? Четвёрочку. Чеснок. 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 Вот если бы не чеснок... Твою дивизию, ну. Четвёрочку тебе? Слушай, что-то странное с женой происходит вообще. Ой, а там у мужиков баталии такие разыгрались. Конечно. У меня же конкретно вышли из зоны комфорта. Не все вышли из зоны... Не все? Конечно. Некоторые... Вашли. Куда и не заходили. Вашли. Суховато. Суховато. Ну и там тоже было. Ну хотя там тоже было. Ну вот. А яичко было вкусно. И там, и там. Так. У меня походу пюре все решали. Чеснок. Будет ли там чеснок? Так, это на самом деле на пюре похоже, да? Открывай руку. Вот это хуже пробито, чем то. Ну пюрешку, что это? Извини, не подачу. Ну сейчас тоже стюрку поставили. Ну не такое... Чесночное такое сладковатое. Это пюре мне больше нравится. Бекончик. Открывай рот. И? Ну бекончик. Такой еще бы подержать. Ну такой уже отсырел. Отсырел, да. Он может порезать, более крупно. Четыре. Спасибо. Мы ставим этому блюду четыре балла и ожидаем наше, ну я надеюсь, пятерочное. Но давайте без завышенных ожиданий. На самом деле условия очень сложные. Времени трындец как мало, а женщина как с цепи вообще. Не говори. Я люблю чеснок, да ко мне всегда его хорошо мне заходит. Мне тоже хорошо, но когда после всего блюд чувствуется только чеснок... Ну, понимаю, не айс. Открывай рот. Я сейчас ногу вообще не добавил. Ешь? Только котлет, кстати, не такая сухая, как предыдущие две были. Мы ее окропили водицей. Ну, это корочки такой нету, как и предыдущие. Вот. Ну, должно быть пюре, наверное, вкусное. Вот я так... Я так мысляю. Кажется, она сладковато. Кто? Бекончик был сладковатый, пюре... Ну, это не зависит от... Ты думаешь, что там прям переборщились? Это пюре, кстати, самое вкусное у всех. Вот. Для меня, по крайней мере. Потому что нету там сто, это чеснока у тебя. Вот оно и самое горошовое. Или горчицу. Чеснока. Ну, чеснока не хватает. Мордень трескалась, только что от чеснока. Чеснока не хватает что-то. Вот такой, надо баланс, баланс. Оттуда бы сюда чуть-чуть, а отсюда бы туда лука немножко. Вот она такая, критик. Четыре. Ну, не могу я сказать, что какой-то из них лучше. Я прям удивлён и живлён. Алёна не смогла никому поставить высший балл. И оценивает все блюда на хорошо. Все получили по четыре балла. Ну чё, крошка, давай мы будем хомячить с тобой. Приятного аппетита. Надеюсь, надеюсь. Открывай рот. Ну, кстати, нормально. Нормально тебе? Да. Смотри, как тебе зашло. Можно ищем? Яичко. А, это что сейчас было не яичко? Ну, блин, хотя не... Не похоже на яичко? Ну, сейчас я сырое мясо уже пожевала. Сырое? Я же тебе там наоборот что-то выковыривала. Открывай рот. Я тебе яичко дам. Такое нормальное яйцо, как яйцо. Но есть можно. Ну вот, и ешь тогда. Я тебе вон пюрешечку даю. Это нет. Сразу нет? Подожди, не-не-не, я тебе в салфеточку дам. Она вот так ручки сложила, маникюрчик так, типа... Пюре... Ну, это пюре. Значит, с лимоном. Вот. Ну, яйцо было самое приятное из того, что я съела сейчас. Точно знаешь, что не Илюхин, не Хемов? Да, это конечно. Этому блюду, наверное, я ставлю... Три. Как так может быть-то, Серега? Ты же лидер. Тебе сейчас его жена карьеру испортит повар. Три балла, и все, что тут разговаривает. А твой-то справился, нет? Как думаешь? Ну, он уже герой, что уже согласился на такую авантюру. Нет, он герой, что он женился на тебе. Это в первых строках сочинения. Вот, это-то герой. Открывай рот. О, боже. Это ты мне что делала? А ты как думаешь, подошву? Сочная должна быть. Это кослета. Бинго! Это, мне кажется, уже более что-то похожее на приготовленное. Ну, вкусно же, еще она. Даю тебе пюрешку. Пюрешка должна быть, наверное, огонь. Не, ну сейчас она по-любому должна угадать, наверное, по пюрешке меня. Надеюсь, чувствуется горох. Так. Ну, вкусно тебе или нет? Да, мне вкусно. Бекон тебе дать? Бекончик дам. Открывай рот. Ммм, блин. Угу, угу. Очень много сахарной пудры, но мне нравится. Давай пятерку ставь. Да. Давай поставим пять этому блюду. Так давай. Так давай. Мы ставим этому блюду пять баллов. А кто нам запретит? Красава. Я думала, она что-то пюрешки должна узнать, потому что она... Да. Я тебе сейчас сразу говорю, что это котлета, потому что ты постоянно в догадках, что и чем я тебя кормлю. Открывай рот. Кусман огромный почему-то получился, но придется есть. Хочешь, выплю, если не... Да. Ага, конечно. Ну, правильно. Ну, такая сыроватенькая котлетка. Сыроватенькая. Ты любишь такую, да? Да. Да, котлетка, конечно, у меня получилось оружие массового поражения просто. Потому что девочки массово поражены этой котлеткой. Так, яичку дам тебе. Открывай рот. Да что ж ты за человек-то такой, а? Что там с ртом у тебя? Он у тебя ушит? Или что? Что-то у тебя не влазит там ничего. А яйцо-то и мы ей чем не нравятся? Так я ей как-то положила, а она, мне кажется, так много. Яйцо приготовлено хорошо. И выкидывает. И выкидывает просто. Так, давайте. Бекончик. Что, не все? Ты что тут у нас? У нас же еще компот тут налит. О, боже. В котлету. Можно без компота? Ага. Это бонус. Открывай рот. Это бекончик. Бекон как бекон. Бекон вкуснее. Я ставлю 4 балла. Мы ставим этому блюду 4 балла. Сегодня муж Лизы приготовил для нее самое вкусное блюдо. И получается это высший балл. Желтым Лиза ставит четверку. А синим всего 3 балла. По итогам дегустации желтая команда набирает 11 баллов. Синяя 12. А розовые лидируют и у них 13 баллов. Что ж, наш многомишленовский шеф выставляет две оценки. За подачу и за вкус. То есть в совокупности вы можете получить аж 10 баллов. Но это нифига не точно. Сереж, мы начинаем с вас. Иду, шеф. Я вижу блюда всех участников. И в принципе понимаю, что по подаче у всех одинаково. То есть у нас совершенно не худшее блюдо. Сам доволен? Очень. По поводу зелени. Ты, конечно, ее как-то пожалел. Что касается бекона. У тебя не получились чипсы из него. Он у тебя что, варился там в духовке? Или ты просто... Чипсы надо было. Ну он должен быть криспи-бекон, это хрустящий бекон. Нормально, спросите, что надо? Я понимаю, что ты сейчас, да, то есть супруга тебе неправильно объяснила, да? Хоть. Ну, я додержал немножечко. Что касается яйца, удивительным образом, оно у тебя более-менее само яйцо внутри как бы фарша получилось. Я сам не знаю, как это все получилось. И я не знаю. То, что фарш сырой, это, конечно, большая беда. Пюре мне нравится. Хотя лук ты мог бы потушить подольше. Но я понимаю, что у тебя, видимо, не хватило времени. Да, не хватило, да? Да, не хватило. Я тебя ни в коем случае не оправдываю. Да, слушай, ну у тебя где-то даже, смотри, пропеклось. То есть вот здесь я не стал бы пробовать ни за что, да? Все это понимают. Это прям... А что вы? А вы думаете, у вас лучше намного будет? А мы сейчас посмотрим. Я в этом совсем не уверен. Встал бы. Повело немножко. Четная шефа. Суховато. Но на удивление вкусно. Самое главное вообще у меня на кухнях, в любом ресторане, где я готовлюсь, в любую команду, которую я пытаюсь собрать, это баланс вкуса. Удивительным образом он у тебя здесь присутствует. Прямо вот он именно такой, как должен быть. Почему он у тебя не допекся? Сказали так. Сказали так? Ну, понятно. Заметь, как он не палит-то держал. Сказали. Сказали. Ему же все там ходили и говорили, делать-то не надо больше, больше не надо. Он красиво так, это без мыла называется, вот так вот, высшая ситуация. Что ему потом жить все-таки с супругой? Ну, не факт, что уже жить. Ну, что ж, я готов выставить свои оценки. Спасибо, Сережка. Ну что, импозантные, розовые. Илья, неси, пожалуйста, свое блюдо. У Ильи похоже то, что лежит на тарелке его, и то, что должно лежать на тарелке шеф-повара. Я начинаю гордиться своим мужем. Криспи-бекон у тебя действительно похож на криспи-бекон, я должен признать. Что касается пюре, все вот ровно наоборот. Это не похоже на пюре. Это прям такая вот плотная... Субстанция. Субстанция. Субстанция, давай так. Но, конечно, вкус будет важен. Бекон ты зачем-то выложил даже на салат? Ну, жена говорит, да, что беконом все посыпь, что можно. Так, не, не надо прям все, что можно. Можно было еще чуть-чуть на тарелку. Так же, как и зеленый лук, которого у тебя нет. Это было куча времени. Так, слушай, ну яйцо тоже получилось. Поразительно, как вот эти самые сложные вещи у наших участников всегда получаются. Действительно, тут есть такой полужидкий центр, но у тебя немножко даже, знаешь, белок еще не до конца схватился. То есть, может, было еще даже чуть-чуть посильнее. Но в целом неплохо, вполне. Если бы, опять же, у тебя не было проблем с фаршем. Да, у нас здесь тоже... Что? Правильно. Сырой фарш. Пюре вкусное, но слегка, чересчур сладкое. Ты сахар добавлял? Или это просто... Да, немножко. Да? Мне сказали, сипотку добавили. Как они все говорят, мне сказали. Мне сказали. Кто им что говорил, кроме их баб? Кто-то сказал. Кто-то... Я что-то коруху услышал, там люди что-то говорили. Я попробую все-таки где-то продегустировать нашу индейку. У тебя, в принципе, неплохой фарш по вкусу. Хотя я бы посолил бы чуть посильнее обязательно. Я готов выставить свои оценки. Забери, пожалуйста, свое блюдо. Тема, каких лошадей на лимбе. Желкие. Желкие. Милейшие люди. Преподносим. Это полный провал. И я заранее уверен, что это худшее блюдо. Фаршем вас уже не удивить. Это точно. Зато бекон окриспеннейший. Окриспеннейший. Надо сказать, я работаю с Мариной, поэтому меня вообще мало чем можно удивить. Значит, бекон, он действительно выглядит как самый криспий из всех этих беконов. Он действительно выглядит хрустящий. Продуло. Как ты сказал. Да, продуло горячим воздухом его конкретно. И, видимо, ты его правильно обсушивал. Было такое? Да, переворачивал. И следил за ним внимательно? Да. Дальше. У тебя яйцо, но чуть-чуть переготовилось. Оно все-таки должно быть жидковатым прям центром. А здесь он у тебя практически уже полностью схватившийся. И, ну, конечно, корочка у тебя неприемлема темная. Ты это и сам знаешь? Да, я знаю. Ты сейчас обвинишь, наверное, тех самых людей каких-то, да? Каких тех самых? Нет. Нет. Те люди, которые говорят. А, которые всем говорят? Да, которые, да. Нет, мне никто не говорил. У меня там свои в голове. И, конечно, у тебя тоже фарш оказался сырым. Он еще более сырой, чем другие. Вот, есть. Слегка вот только-только прям, но дошел. Ты посолил лучше, чем Илья. Это правда. И вообще баланс вкусов у тебя есть. Но фарш прям безумно сырой. Так, бекон зато. Сейчас я наслажусь твоим беконом окреспеннейшим. Ну, как ты сказал, надо запомнить. С лучком зеленым. Пюре было бы хорошим, если бы ты не переборщил с мятой. Там мята прям выделяется. То есть это какое-то, знаешь, пюре-махито. Это такое решение. Так задуманное было. Мята должна давать легкий оттенок. Это же не десерт. Я готов выставить свои оценки. Ну что ж, команда желтых. Забирайте, пожалуйста, свою тарелку. В чьем же конверте? В первую очередь свой конверт. Ребят, хочу сделать одно веское замечание. Так называемое замечание от шефа. Фарш у вас сегодня ни у кого не получился. Почему? Как вы думаете? Я вам объясню. Потому что у вас слишком толстые котлеты. А надо было сделать, чтобы слой был не такой толстый. И тогда у вас все бы пропеклось очень быстро. Потому что это индейка, а фарш прожаривается из индейки реально достаточно быстро. Это не говяжий, а не свиной фарш. Ну что, вы готовы узнать? Да, да, да. Ну что ж, тогда 3, 2, 1. Открываем конверты. Впервые в истории проекта шеф оценил блюда участников абсолютно одинаково. И все получают по 4 балла за подачу и 2 за вкус. По итогам двух дегустаций, желтые набирают 17 баллов, синие 18, а у розовых 19. Итак, со счетом в 19 баллов победила команда розовых. Ура! Парадули. Но мы же не за победу же сюда же. Неправда, я ехала сюда за победой. Вот так надо было объяснять просто и по-нормальному. Я тебе нормально объясняла. Щепотку кинь, да сам что-то иди, посмотри, это готово или нет. Ой, все. Я не способен к многозадачности. Она не сделала никакой план действий. Вообще-то у меня был план. Просто ты не успевал ему следовать. Нет, ничего подобного. Мы поздравляем их. Прекрасная семья заслуживает... Туфли и носки. Да, туфли и носки. Туфли и носки. И, конечно же, я вручаю вам карточку с вашим призом. 100 тысяч рублей. Поздравляю! Ты счастлив, что это такая жена? Очень. А теперь у нас еще и 100 тысяч есть. Поэтому наш брак стал на 100 тысяч крепче. Я уже просто думаю, так я их пропью. Сколько можно поцелок вина купить? Мой мужчина самый лучший. Кулинар. Нацой, что-то. Сирс. Вы смотрели шоу «Моя жена рулит». Помните, слушаться жен выгодно. С вами были шеф Евгений Павлов. И Марина Федунки. Пока-пока! Все, поехали домой. Поехали. Ну, за такси тебе придется платить. Раз денег не выиграл. Я на такси поеду. А ты на автобус. Ну, на автобус хоть денег дашь. Сама найди.